Друзья, добрый день. Подъехали мы на поле с зимой пшеницей прямого посева после предшественника подсолнечника. Сели с селкой СЗ 3,6 междуряди 30 см. Прямой посев был осуществлен. Перед подсолнечником тут был предшественник зимой ячмень. Вот мы с Василием приехали. Это первый раз на этом поле у нас. Мы сели 12 сентября во влажную почву. Тут почва была влажная. Мы видим, что без лопатки нам не обойтись. Сейчас, друзья, мы более подробно сделаем краткий обзор нашей пшенички. И тут рядом мы посмотрим. Человек сел чуть позже. И он делал поверхностную обработку. Там две дисковки для культивации. Сейчас попробуем посмотреть разницу. Ну и посев там вышел, конечно, две недели позже. Хорошо распустилась, без лопатки не обойтись. Слава всем Богу! Ну мы сели тут, вышло 135 килограмм. Это 2,8 миллиона. Девять, девять, десять, одиннадцать. Девять, десять, одиннадцать. Многовато для нашей зоны, да? Не, ну тут же... Ну смотри, я переживал, что сильно густо и мешает куститься друг другу. То есть можно было и реже чуть. Ну и у нас САЗ-шка. Она, если медленно может... Ты говоришь, что 30 сантиметров? 30 сантиметров. Ну это может быть стыки еще, может без маркера, без ничего съели. Ну пойдет же? Нет, отлично, отлично. Состояние шикарное. По сорнякам, видишь, пошли в доллочки. Но они зимой появились еще. Нет, а сорняки это... Тут сорняки моего. Пшеничка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Восьми до десяти побегов. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вася, вот я сейчас скажу такую вещь. Я не знаю, многие, может, тоже нам будут в ютубе рассказывать, ребята. Короче, я тут не буду выносить мячную селитру. Не буду подкармливать. Через лист карбамидом потом дам фазе выхода в трубку. Я в прошлом году здесь внес 100 килограмм мячной селитры, 8 килограмм карбамида селкой. СЗ-3,6. Тут у нас после ячменя мы пробовали, посеяли рапс. Получили поздние всходы, очень поздние. И они вымерзли у нас в марте. И потом мы посеяли подсолнечки. При посеве подсолнечки мы еще дали по 50 килограмм карбамида. Ну, это азотное удобрение. Соответственно, их там уже давно в почве нет. Это вы покормили там бактерии. Вот. Ну, на такое состояние, то есть на такое развитие, вот. Ну, как бы грех не дать. Ну, потому что здесь есть флага, Тарас. Здесь есть растения красивые, роскошные. То есть потенциал здесь такой серьезный. Не дать, как бы, ну... Ну, а если я буду карбамидом подкармливать? Не, можно карбамидом подкармить. Ну, на такое состояние, ну, как бы, на такое развитие, тут нужно, как бы, дать. Если, конечно, мы идем за каким-то там... Уважаем. Если нам нужно... Я подожду, если пойдут от дождей, я как бы дам, а если нет... Ну, если здесь... Сколько здесь осадков было? Ну, здесь... Здесь... Здесь осенью было 120 миллиметров. Вот, пожалуйста. Это за... Да, 120... Нет, сейчас я тебе скажу. Тут больше 200 миллиметров. Вот, пожалуйста. Тут только осенью выпало 100 миллиметров. Тут влаги, так вот. Тут только осенью, сентябрь, октябрь. Даже в августе началась. Это вот на это поле, я считаю, что только... Хорошо. Уговорил. Так, давай посмотрим. Тут было у нас рядом поле, где мы... Хлопец, он, Гриша, сделал два дискования, культивацию. И, говорит, что-то видите, да? Согласен, или нет? Или я жал... А жужелица могла? Нет, нет. Это не жужелица. Это погибло здесь, когда пресс-петель стоял, продувался. Подсолнечник был? Евролайтинг? Евролайтинг, говорит, подсолнечник. Вот тут он продувался, вот поэтому вот у тебя идет угнетение. Такое впечатление, что сюда заезжали. И все, он делал две дисковочки. У него тоже неплохая, что он жаловался. Ну, говорит, ну ты сел в мокрую прямой посев, а я потом ждал влагу. У него она не так раскучена, конечно. У него здесь... Говорит, я сперва высушил, а потом ждал влагу, говорит. От шести... Ну, снова же до пяти. От пяти до шести побегов-то все. Представляешь себе, все-таки есть разница. Угу. Я взял, я сработал здесь по диагонали, но я приму добавил чуть, чтобы убрать рапс, падалицу рапса. Курая много было. И глифосата я литр дал, только литр. Все, мы почистили, потом посеяли. И мы сеяли прямой посев у нас, прямо во влажную почву мы ложили. А он говорит, я начал сушить, говорит. Угу. То есть разница есть уже, да? Три-четыре побега. Хорошо, все, благодарим, друзья. Так, едем на рапс.